Карта показывает вот туда мне, вверх по лестнице. Я сейчас пришел оттуда и оставаюсь вот здесь, в ЕЧМС. Да, кстати, ребята, я еще немножко уставше себя чувствую после вчерашних вечеринок и всего целого дня, проведенного на церемонии выпускников. Если вам интересно посмотреть, что такое выпуски, за рубежом, вот я сейчас в Швейцарии, в Лицернии, можете зайти на второй мой канал, на Smapsed Education, там выпуск как раз про церемонии вот эти вот, которые проходят все студенческие. Вот, а я здесь в БЕЧМСе, БЕЧМС это учебное заведение, вот как раз оно, там у них комнаты, я как раз здесь остаюсь, они одновременно и студенческие комнаты, плюс одновременно они могут их и сдавать, и вот я как специально приглашенный гость на съемки, я остаюсь тут же. Ну вот, и пока у меня есть такая великолепная возможность, я ее использую для того, чтобы погулять по Лицерну, а Лицерн, ребята, это самый посещаемый город во всей Швейцарии. Вот, и сегодня как раз у меня цель узнать, что же здесь такого посещаемого. Ну, на самом деле я здесь уже был, да, зимой был. Город небольшой, но очень крутой, очень крутой. Вот, и сейчас я хочу посмотреть этот замок, потому что я не видел его еще. Я был вот в том замке наверху, а вот в этом я еще не был. Крепость. Короче, смотрим. А, вот у нас карта, смотрите, 15 метров, это у нас расстояние какое-то непонятное, 50 фит, еще одно непонятное расстояние, человечки. Ничего не понятно, но очень интересно, поэтому пойдем изучать самостоятельно. Я как же нереально жалею, что сейчас у меня нет с собой здесь велосипеда моего, потому что здесь идеальная локация, идеальное место для того, чтобы кататься на велике. Очень много людей катаются на велосипедах. И вообще при любой возможности, мне кажется, любой уважающийся швейцарец берет или велосипед, или лыжи, или вот эти вот палки, идет на хайк. Потому что везде горы, и везде все продумано для путешествий и для каталок. Короче, изначально пошел туда, в арку, где стоят вот те люди. Но это не туда, мне нужно вот такой вот хитрый, смотрите, ход. Сейчас я вам покажу. Вот здесь оттуда, от арки. Вот такой вот хитренький ход, откуда его не видно. Примастили. И вот, видите, знак и показано, что вот этот музик Магмагуа находится вот там, куда она. И вот карта характерная. А вот видите, идешь вот так вот вдоль стены и крюки вот такие. Интересно, для чего они? Понятия не имею. Просто вот крюки, и все, и стена вверх. И вот там, кстати, тоже. Дальше. Вон оно. Просто иду гуляю вдоль замка, вдоль стен замка. И поднимаюсь, выхожу, и вот смотрите, вот замок, у меня вот стены идут, да? И здесь сразу же учатся ребята, здесь школа, беговая дорожка. Ребята футбол играют, да, и вон она школа. Вот еще футбольное поле. Ну классно, да, учиться? Где еще такое может быть? Ну вот в Англии еще может быть, рядом с замком. И кот вот еще. Пришел в теньке, спрятался, жарко, потому что 30 градусов на улице. Так, смотрите, фауна. Вот это я понимаю по-немецки, мы же в немецкой части с вами. Фауна. Вот летучие мыши здесь есть, видите? Летучие мыши. Вот эта птица есть. Воробей, походу. И вот такое вот, с крыльями, даты постройки. Камеру-то надо брать. Куда я пошел? Пошел, типа кадр, такой красивый. Иду как будто так со спины. Смотри, какая штука. Вот такие же лба. И тут, видите, метрические соединения. И раз, там дырка, окно, это враг, наверное, когда подбегал, они смолу заливали сюда. И горячая смола, наверное, туда вытекала. Но это мое предположение. Есть, ребята, среди вас знатоки, знатоки каменных башен. Объясните, что это такое. Но мое предположение, что это вот именно такое защита. Я, короче, изучал, изучал и изучил в итоге. Вот эта стена построена в 13 веке. Изначально здесь было, у нее 30 башен. Сейчас сохранилось 9 башен. Длина стены 870 метров. То есть почти километр, да? И это самая старая стена, вот, сохранившаяся полностью, вообще, которая в Швейцарии. Вот так вот живьем сохранилась. Ну, вот эта часть, видно, что отреставрированная. Но там вот, как я и в башне, куда я поднимался, там видно было как раз, да? Все четко, что все из прошлого. Здесь, да, видно наглядно, как старая часть? Кстати, очень многие старинные здания мне рассказывали. И те же самые замки, они не были вот такими вот серыми. Многие замки по наружке раскрашивали. И вот здесь как раз тоже видно, вот эта башня стоит, да? На ней нарисован рыцарь. Вот эта, кстати, современная часть, да, присобачили. Там старая, тут современная, тут опять старая, да? И вот она разрисована. Так вот, многие старинные здания в прошлом разукрашивали, рисовали там гербы, да, чтобы это все было видно. У меня есть, кстати, выпуск один из Монтрё, из французской части. Я сейчас в немецкой части Швейцарии. Там весь выпуск про Шильонский замок. И там как раз я рассказываю про вот эту вот тему с покраской замка. И там даже на одной из стен виден остаток этой краски, которая была. Ну, сейчас, конечно, все уже совсем по-другому. Вся эта краска, естественно, за эти столетия смывается. Кстати, когда я был в Суздале, в Суздале, у меня тоже есть выпуск один про Суздаль. Там тоже храм, стены. И нам гид рассказала, что храмы в прошлом тоже снаружи раскрашивали. Суздаль. 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 Я не знаю всей истории вот этой церкви, но вот именно вот это здание, оно было построено в 1633 году, это я как бы прочитал. То есть ей почти 400 лет, 390 лет. Но до нее здесь были еще храмы и монастыри существуют, они уже больше тысячи лет. То есть если всю эту историю ковырнуть, да, с момента ее основания, статуи, которые на входе, они как раз и показывают пап, да, которые имели влияние здесь в определенное время. С одной стороны, я так понимаю, правители, потому что церковь была придворная, а с другой стороны вот эти вот святые, вот, допустим, тут святой Бенедикт, там святой Петрус, святой Петр. Церковь святого Лео-де-Гарда. Не знаете, что интересно, ребят? Сейчас я спускался по лестнице от церкви. Что вот здесь находилось какие-нибудь 400 лет назад, когда вот эту церковь только открыли, построили? Что здесь было? Был ли здесь рынок? Был ли здесь, я не знаю, сходка какая-то? Были ли здесь дома, где жили люди? Вот непонятно, да? Сейчас есть старые домики сейчас здесь. Магазины с открытками, рестораны, конечно же. Мега пицца и кебаб. И магазин швейцарских часов. Если у вас есть идеи, пишите. Причем прекрасно Швейцария и Люцерн, в частности, то, что вот мы с вами только что были у церкви, у исторической достопримечательности. И тут же мы выходим с вами к воде. Да, у Швейцарии нет выхода к морю, но у Швейцарии есть озера чистейшие, красивейшие, где купаются, по которым плавают на тех же самых лодках и яхтах, и старинных кораблях. У меня сегодня уже второй раз за день идет дождь. Причем не дождь, а прям ливень, ребята. Прикольно то, что вдоль озера, вдоль всего озера идет набережная, асфальт плюс вот эта щебенка. И высажены деревья. А у меня сейчас, через час, в BHMS макароны. Понимаете? Да, кстати, вот где я остаюсь, в BHMS питание. У меня утром завтрак, который я пропустил, из-за того, что вчера у нас было мероприятие целый день, выпускной плюс вечеринка. Ну, я по большей степени снимал вечеринку. Ну, пару коктейлей было. Да, честно, пару коктейлей. Ну, там невозможно без пары коктейлей, потому что все абсолютно пьют коктейли. Выпускной у ребят. Потом у меня был ланч, я пошел на ланч, где я отлично покушал. И сейчас в 5.30 у меня будет опять ужин. Мне не хочется под дождем бежать. Может быть, стоит где-то перекусить в городе. В городе, кстати, очень много всяких пицц, кебабных. Вот сейчас, пожалуйста, только мы с вами снимали рядом с церкви. Там есть относительно недорогой по меркам Швейцарии рестик с кебабами и пиццей. Если вы хотите подороже, то это, конечно, уже местные вот эти вот, ну, как бы а-ля швейцарская кухня. Вот то, о чем я говорю. Видите? Здание раскрашиваю. Вот так многие исторические здания в прошлом раскрашивали фасады. Мосты, ребята, здесь в Люцерни их два. Это два такие деревянные мосты. Один из них Шпроер и Шпроер Брюке. И дальше здесь есть еще один часовенный мост. Чем они примечательны? Во-первых, это старинные мосты. То есть вот этот мост, он построен в 1408 году. Вот это вот все дерево, оно сохранилось. Ну, хотя, может, конечно, реставрировали его. Это первая фишка. Вторая фишка. Они крытые. То есть если вдруг дождь, как сегодня, здесь можно спрятаться. Третья фишка. Вот здесь, если вы пойдете, здесь под крышей везде картины на тему смерти. Это еще одна фишка. И следующая фишка. То, что отсюда открывается офигенный вид на Люцерн. Ребята, по статистике, мои видеоролики. И 90% зрителей смотрит без подписки. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Так вы чаще будете видеть подобный контент. И обязательно пишите в комментариях, на какую тему вы бы хотели увидеть следующий выпуск. Мы с командой читаем все комментарии и выбираем самые классные идеи, на которых снимаем выпуски. Ставим лайк. Подписываемся. Пишем тему. Я вам также обещаю, что в следующих выпусках мы будем дарить классные призы и подарки. Наши партнеры из-за рубежа отправляют нам классные всякие штучки, которые мы будем дарить вам в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok